Доброе утро, Новосибирск! В студии «Оранжевое утро» Станислав Чибриков, Анастасия Фефилова. И мы, как всегда, готовы делиться с вами только положительной энергией. Тем более у нас сегодня душевное утро. Будем вспоминать. Будем вспоминать вместе с нашими гостями. У нас здесь в «Оранжевом утре» Оксана Ильиничнова-Христюк, основатель академического хора НГУ. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, известнейший специалист по русскому фольклору и этнографии. Доброе утро! Евгения Агаркова, студентка третьего курса отделения дирижирования академическим хором, художественный руководитель и главный хормейстер академического хора НГУ. И Евгения Мищенко, выпускница НГУ, преподаватель НГУ, президент академического хора, выпускников НГУ, академического хора «Академ». Доброе утро! И хочется для начала сказать всем нашим телезрителям, неспроста мы пригласили наших красивых девушек в гости. 13 мая, в 18.00 в Большом зале Дома ученых состоится юбилейный концерт академического хора НГУ. Академический хор Новосибирского государственного университета основан в 1971 году. Создатель и первый художественный руководитель хора, заслуженный работник культуры Российской Федерации Оксана Ильинич Новыхрестюк. В копилке хора многочисленные награды и огромное количество концертов, как в нашей стране, так и за рубежом. Сразу хочу спросить, юбилейный концерт. Какой юбилей празднуем? 50 лет. 50 лет, да. 50 лет. Даже не верится. Ну, по вашей бодрости я охотно верю, что 50 лет. Меня все спрашивают, не сколько лет хору, а сколько вам лет, раз хору уже 50. Ну, и вам 25, это нормально. Ну, я была такой же молоденькой, хорошенькой, тоненькой, когда этот хор организовывала. Ну, это же колоссальная цифра, 50 лет. Да, это колоссальная цифра. Чего только не было за это время. Вы стоите с первого дня у истоков, вы основательница этого хора. Давайте сегодня поспоминаем. Наверняка есть много очень теплых, душевных. Как вы решили организовать хорнгу? У вас, как у студентки, было много времени от учебы? Свободного. Вообще его не было. Я вставала в 5 утра в консерватории. Хочу сказать, поступила я в консерваторию в 1968 году. Поступила к великолепнейшим педагогам. И вот накопленные за 2 года знания, мне нужно было их кому-то отдать. Я пришла в горком комсомола и говорю, пошлите меня туда, где нет хора. Они так удивились, потому что он говорит, вы у нас первый человек, который обращается с такой просьбой. Но они меня послали подальше в Академгородок, где не было хора в университете. И я начала потихонечку, помаленечку создавать этот хор. Мы ходили по общежитиям, а студенты кричали, ой, идет музыкальная комиссия. Прятались и под матрасы, и в шкафы. Их не хотели, да? Ну, я потом похитрее сделала. Я вывешивала объявления таким-то студентам такой-то группы. Первый курт, явиться на собеседование и подпись. Деканат я от себя делаю. Мне потом за это попало, но зато я набрала 100 человек в хор. Вот таким образом. Потому что первокуртники боялись, что они где-то что-то не выполняют. Александр Ильич, давайте сейчас прервемся, и мне уже с большим удовольствием хочется послушать ваших студентов. Хор образца 2021 года. Сейчас послушаем. Смотрим. Я уселся на окно и гляжу на улицу. В сигаретном облаке фонари сутулятся. А на Пирогова приходит снова весенний гомон. И по лужам грязным бегут потоки девчонок разных. А на Пирогова стоит мой город, трех тысяч судеб. И огромных сосен, вечно зеленых, вечно прекрасных. Говорят, что в Арктике климат не меняется. Как там люди маются, бедные полярники. А на Пирогова приходит снова весенний гомон. И по лужам грязным бегут потоки девчонок разных. А на Пирогова стоит мой город, трех тысяч судеб. В ней огромный сосен, вечно зеленых, вечно прекрасных. Замечательно. Спасибо большое. Оксана Емельнична, у меня к вам вопрос. Когда были, вот вы собрали первые сто человек, через все трудности прошли. Когда были первые победы, первые... Первые аплодисменты. Да, когда... Ой, какая же она молодец. Хотите, скажу такое еще? Вот у нас совсем было необычное все. Фима Байнер 25 февраля 71 года привел мне 25 физиков. Они стали ядром мужского хора. И мы выступили за закрытым занавесом под Новый год 71 года. Представляете? Представляете, Спартак Тимофеевич для студентов делал всяческие разные интересные вещи. Он делал студенческий бал. И мы за закрытым занавесом спели Гаудамус. Боялись. Почему? Стеснялись? Страшновато было. Серьезно? Ну, вот это как бы... Ну, оценили за кулисами. Ну, аплодисменты мы все равно получили. Вы спросили. Кто-то спел, хорошо, молодцы, да? Да. Ну, потом мы все-таки... Ну, у нас сначала, конечно, поменьше ребят ходило. Вот. Но ходили с большим удовольствием, потому что это была семья хоровая. Видите, я же не зря сказала, то, что я получила от своих педагогов. Юрий Александрович Брагинский был. Наверное, все знают его. Семенюк Владимир Анафрич, Борис Самуилович Безнер. Смотрите, какой букет совершенно потрясающих профессионалов меня воспитывал. И я, конечно, отдавала все это студентам. Я сама была не намного их старше. Я была студентка третьего курса консерватории. Вот. И мы придумывали всякие разные вещи. И, конечно, вот смотрите, у меня родился сын Тарас. Он еще был грудничет. И мы поехали с ребятами в Прокопьевск, мой родной город. На гастроли. Да, на гастроли. В перерывах я кормила Тараса грудью. А потом выбегала. Мы выступали в городе Прокопьевске. И выступали и на шахтах, и в музыкальном училище. То есть это были первые наши шаги от дачи. У нас как хора. А потом была огромная биография нашего хора и концертного, и записи, и всякие разные. То есть мы выступали. Ну, я думаю, Женечка больше расскажет, чем я. Но значительные очень концерты для меня были. Я заканчивала консерваторию на своем хоре. На хоре консерватории и хоре своем. Я им всем повесила медали. И все потом сказали, да, нам бы тоже этого хотелось. Знаете, я обратила внимание, что вы к девушкам обращаетесь. Молодежь, молодежь. Ну что, молодежь, давайте поговорим о том, какой хор сейчас. Евгения, на вас очень большая ответственность. У меня сразу вопрос. Евгения, вам также приходится из-под кровати вытаскивать студентов, чтобы затащить в хор, как это было на заре заявление? На самом деле, никто сейчас за студентами не бегает. Они приходят сами. Сами бегают. Еще бы так прославился академический хор. Я бы тоже пошла. Сейчас, конечно, останавливает многих пандемия, потому что все очень ответственно относятся. Небольшой хор сейчас 20 человек. Но это тоже накладывает особенности пандемии. Друзья мои, мы совсем скоро вернемся сюда, в студию, и узнаем еще очень много интересного. И очень много, может быть, даже каких-то загадок нам и секретов раскроют из жизни нашего академического хора НГУ, которому исполняется 50 лет. Это же так потрясающе всегда вспомнить, как это начиналось, как это было. Уважаемые телезрители, давайте прервемся на новостной блог и посмотрим новости от корреспондентов НС-49. Всем, кто только что включил телеканал НС-49, здравствуйте! Прекрасного настроения. Станислав Чибриков, Анастасия Фехелова вам желает. И мы продолжаем приятную беседу с представителями академического хора. По большому событию... Большое событие, 50 лет все-таки. 50! У меня к вам вопрос, как к президенту. Скажите, 50... Президенту хора академы, правильно? Это хор выпускников. Ну, 50 лет очень большая история, и я думаю, гастроли было немало. За это время хвастайтесь, чего... Гастроли, наград. Что историческая справка, что эти 50 лет скрывали за собой? Ну, во-первых, я хочу сказать, что музыка с нами остается навсегда. И даже если ты выпустился из университета, вот это желание заниматься музыкой, оно остается. Секундочку, то есть человек закончил университет, он уже именитый ученый, но... По-прежнему хочется заниматься музыкой. Хочется заниматься музыкой и на любительском уровне, и на профессиональном уровне. Потому что любители 15 лет тому назад организовали свой хор, который назвали хор выпускников НГУ. Это одна часть. Вторая часть – это то, что люди не хотят работать по своей профессии, полученной в университете, а не меняют ее на профессиональную музыку. Например, Айгуль Бралинова – это преподаватель колледжа имени Мурова, она заведующая вокальным отделением. Ольга Ерофеева – выпускница Мехмата – это хормейстер нынешнего хора. Алексей Донченко – это был певец нашего оперного театра. А Алексей Безруков – это солист Михайловского театра, который приезжает к нам на гастроли. То есть человек закончил НГУ? Да, да. И некоторые девушки пошли в консерваторию, а Донченко, по-моему, даже без образования взяли. А Безруков он заканчивал консерваторию, и теперь он солист Михайловского театра. Ученые мужи? Они не ученые мужи, они сказали, музыка нам дороже, музыка нам ближе. Они стали профессиональными музыкантами. А те, кто все-таки остались в музыке, они образуют эти любительские хоры. Когда ездили за границей выступать, как вас воспринимали, например, за рубежом, в какой-то стране? Как принимали академическую? Ну, в реальности я не ездила на эти гастроли, это было на заре, так сказать, хора. Но студенческому хору доверили представлять тогда еще Советский Союз, и они выступали в дипломатической миссии Непала и Индии. Это было в далеком 79-м году. Это экзотика. И что я вам хочу сказать, тот блок, который из каких-то песен советских композиторов был приготовлен, это все зарубили и сказали, что нет, нам нужна аутентичность, нам нужно что-то российское. И Оксана Ильична приготовила прекрасную народную программу, да, и это было очень востребовано. То есть это были русские народные песни? Это были, да, это был такой фольклор в обработке с танцами, с костюмами. Это было просто феерично, это был такой аншлаг, это было что-то незабываемое. То есть студенты сами танцевали еще? Нет, приезжали ребята из области, вот, четверка выступала с танцами вместе с нами, а так все наши студенты. Но я хочу сказать, что мы были в Непале первые после Большого театра. Больше никого не было до нас из Советского Союза. Но это большая ответственность. И это был аншлаг такой, что всем оцеплений было этого зала сетихола в Катманду. И такой прямо был интерес к нам, что у нас разобрали и карандаши, и значки. И вот так вот гладили их. Да вы что? Вот такое мы были какими-то, знаете, пришельцами, да. Но у нас вот был только оперный театр московский. Ну это очень приятно, когда доверяют, в общем-то, такое большое. Евгения, скажите, каково вам было встать во главе, встать хормистером коллектива с такой, в общем, огромной историей? Я была очень рада. Это талант. Ну меня не волновались я, я не смогу. Я волновалась, потому что чувствовала преемственность и ответственность, да. До этого много лет хором руководил мой преподаватель колледжа Афанасий Антонович Яценко, который сейчас уже умер. И я чувствовала такую ответственность, именно переходя на его, получается, пост, работы. Принимая эстафету на палочках. Да, эстафету принимая. Конечно, я была очень рада. Столько ребят и выпускников, которые знают его, знают того, что я его ученица. И уже с большой любовью заранее ко мне относились. Я попала прям в целую готовую семью. И меня приняли, ни дня не знав. И это было так мило, когда мне целые нотные сборники, выпускники хора, ну и в прошлых лет давали. И я сейчас их пытаюсь воплощать. Представляешь, да, какая радость для студентов получить это нотное... Да, да, какая радость. Оксана Ильинична, как изменился хор, он же, по сути, живой организм, вот за эти 50 лет? Вы же помните, как он был в первый день, вот сейчас. Что мы увидим 13 мая, уже буквально послезавтра? О, вы увидите букет интереснейших произведений. И их исполнит и вот эти ребята, которые 20 лет, и которым вот с ней два года, но если взять еще педагога Яценко, то уже 10 лет. И наш хор, у нас будет петь 30 человек, может, чуть побольше. Ну, знаете, наша новая руководительница хора, она сказала, даже если бы мне ничего не платили, я ездила бы к ним, потому что это уникальные люди, они очень любят. И любят очень сложные вещи. Иногда я даже этому удивлялась, потому что, когда я была молоденькой, я давала миниатюрочки, мадрикалы, я давала русских много композиторов. А они поют такие вещи сложнейшие. И главное, это все делается с удовольствием. И ходят с удовольствием на вот эту сложную. Можно мне добавить немножко по программе? И участвуют во всяких конкурсах и становятся лауреатами. Вот что. Можно я немножко скажу по программе? У нас будут замечательные гости, помимо коллективов университетских. К нам приедет «Фантазия» из Кольцова. Чудеснейший женский вокальный ансамбль. Они лауреаты многочисленные. Они приедут вас поздравить и выступят. Они приедут нас поздравить, да. Они участники многократных хоровых, всемирных хоровых игр. Такое есть. Это практически олимпиада хоровая. Они были чемпионами. То есть приходите послушать. Это очень хорошо. А еще будут? Можно секундочку? Значит, приедет хор нас поздравить. НГТУ, то, что Женя сказала, те, которые чуть постарше нас, тоже выпускники. Там Александр Париман ими руководит. Кто занимается вокальной музыкой, это певец ансамбля Шаромова, преподаватель в консерватории. У нас будет хор «Благовест». Чудесный, замечательный хор православной гимназии. У нас будет студия «Миллион голосов». Это вокальная студия из университета. Эти люди такую репутацию имеют, что они приглашены в качестве гостей. Есть конкурс «Акапелла» в Москве. Такой фестиваль в мае проходит. Они отобрались один раз. Теперь их без приглашения, просто безо всяких отборов. Будет ансамбль танца «Медиваль». Концерт будет вести Петр Винц. Это КВНщик, кто занимается КВНским движением. А кто смотрит новогодние программы на канале «Энск-49» прекрасно знают. Что это наш друг. Замечательно. Вот Петр согласился быть нашим ведущим. Он будет вести конференции нашего концерта. А я соглашусь прийти на концерт академического хора. А мы пригласительный вам принесли. Спасибо, мне кажется, будет настолько душевно. Вы будете дирижировать? Вы будете, исполните что-нибудь вместе с коллективом? У нас будет душевно там, конечно. И начнем из Галдамуса. И будут и КВНщики, которых мы любили. Мы с ними со всеми росли. И мужали, так скажем. И вместе с тем у нас было 15 свадеб чисто хоровых. Ну, то есть жизнь в хоре – это какая-то своя семья. И мы стараемся и с молодежью еще тоже дружить. А мы рады, что мы с вами сегодня познакомились еще раз с юбилеем, с 50-летием. Оксану Ильичу, вас поздравляем отдельно. Вы большая молодец. Ура! А мы, Анастасия Фефелова и Стас Чебельков, прощаемся с вами. Но оранжевое утро не заканчивается. Оставайтесь вместе с телеканалом «Энск-49». Пока-пока.